Игнаш праздничный, даже сидит с праздничной игрушкой с пряником. Сегодня его отыскал. Зара, покажи, пожалуйста, свою кофту. Я сразу их нарядила, потому что завтра наутро мы будем выезжать. Вот и хотим их сонными забрать и отправляемся в новое путешествие. И Захаркин друг, Мишка, увидит новую страну. Захар везде его сейчас с собой возит и показывает все ему. Да, Захарка? Пойдем спать, чтобы завтра поскорее проснуться и поехать. Совсем настроение пропало в 9 часов вечера. Пойдем читать книжку. Полдвенадцатого ночи я наконец-то готова отправляться ко сну. Еще нужно помыться. Я не знаю, как так получается, но в этом году я купила 5 пар детских перчаток. И что вы думаете? Я нашла только одну. Сам процесс сборов, ну сколько там надо на 2 дня, по сути. То есть мы одну ночь там только переночуем. Сейчас расскажу где. И какие-то, вы знаете, необходимые зимние вещи пропадают. Куда они их девают? Я не знаю, хоть бери и пришивай куртки. Завтра мы едем в Вену. Прямо рано утром проснемся. Я сейчас еще жду Томака. Он сегодня на корпоративе. А завтра, я думаю, что часа за 4-5 мы доедем. Мы были в Вене с Томаком 2 или 3 раза, я не помню. Но пока еще не было детей. Мы посетили такие ближайшие страны по несколько раз. И в Будапеште мы были несколько раз. И в Словакии. Ну в общем, просто хотим сейчас все эти места показать детям. И мы тоже никогда не были в той же Вене зимой. Там очень красивые ярмарки. И вообще вся вот эта такая рождественская, предрождественская атмосфера. Это что-то неповторимое. И мальчикам понравилось, когда мы ездили в Чехию. И они так собирались. Они сами спаковали себе игрушки, принесли чемоданы. Ну вещи выбрала я там. Они бы сами там такого насобирали. Взяли бы себе футболки. Ну и что еще? Голова совсем не работает в пятницу вечером. Увидимся уже в дороге. Мы заехали в Австрию. И вот помните о том, что если вы едете по магистрали, то вам обязательно нужно купить Венету. Потому что дороги здесь платные. Томак сейчас вот пошел купить очередную. Вот такой билет на 10 дней стоит 9 евро. И Томак говорит, что в Польше дороже стоит съездить в соседний город, туда-обратно, в Катовице из Кракова. И теперь нужно приклеить ее сюда, на лобовое. Мы на месте. Я до последнего не знала, где мы остановились. И по ходу дела это наш отель. Все несут сами. Я немножко удивлена, потому что у нас два отдельных номера. Для мальчиков и для нас. И как мы будем спать отдельно, я пока что не представляю. Но, наверное, мы поделимся. Кто-то будет спать с Захаром, а кто-то с Игнатом. Здесь ванная комната. Приветики. Очень чисто. Все убрано. И душевая кабина. О, классно. Окна выходят во двор. Здесь, наверное, летом очень прикольно. Мой наряд на сегодняшнюю прогулку. Это шапка из Зары, которую я вам показывала. Светлая сумка Пинко. Платье. Свитер из H&M. Они сейчас у нас есть на распродаже. Пальто без утеплителя, потому что погода очень хорошая из Mini Max. И светлые удобные сапоги из Зары. В любой ситуации Игнашка рядом с мамой, а Захар не отлипает от папы. Не только внешние мальчики разделились, но и вот так по жизни получается. Спряталась от ветра под угрозой весь венский влог. Скажу вам два слова здесь. Сейчас мы направляемся в центр. Здесь расположены сейчас Игнашка очень многие бутики, магазины. То есть это такая торговая зона, скажем так. И также есть рестораны. Очень много людей. Все украшено. Я думаю, что когда станет темно, эта улица заиграет волшебными красками. Интересно, что прямо здесь можно купить елку. И также здесь проходят разные протесты. Ну, очень-очень большой движ. Первая ярмарка, которая нам повстречалась на пути здесь сладости. Причем, если в Чехии в основном везде продаются тордерники, вот эти рулончики, то здесь больше разнообразия. Венская романтика, яблочный пунш и шарлотка. Я никогда ничего похожего не видела. Это пряности, нанизанные на шнурки или сделанные в виде веночков. И они настолько пахнут издалека, что устоять невозможно. Здесь так много людей, и каждый ходит с чем-то. И вот действительно очень отличается то, что в Кракове, в Чехии и здесь. Субтитры подогнал «Симон» Рядом с музеем искусств, в который мы планируем попасть, есть еще одна ярмарка. Многие, даже местные, сюда приходят, потому что здесь непередаваемая атмосфера. Мы находимся в фойе, только зашли, и даже дети обратили внимание, говорят, «Мама, посмотри!» Производит впечатление, конечно. Очень много экспонатов из разных археологических раскопок. Я думаю, что для общего развития каждому это понравится. А если вы этим интересуетесь, то тем более очень много залов, очень много оригинальных именно вещей, которые были найдены археологами. Также присутствует интерактив. То есть, например, здесь вот показаны теплые места, и, допустим, змея чувствует, в какое место ударить. Вот где красное. Если я поднимусь сейчас в свитер, то тоже живот будет красным. Я, конечно, в шоке. Захар знает очень многие названия динозавров, потому что он интересуется этой темой. Вот это да! Мы находимся в темной комнате, и такое ощущение, что это все как бы 3D, что ко всему можно прикоснуться. Земля из космоса, скажем так. И здесь показывается, как наша Земля менялась на протяжении миллиардов лет. И вот если остаться здесь подольше, то со временем можно увидеть, что со временем наша Земля превратилась в голубую планету, и что 70% Земли занимает именно вода. Выглядит захватывающе, конечно. Также показывается и озоновый шар. А мы идем дальше. Знакомьтесь. Возможно, так выглядели наши предки. Красавчик! Блондин! Совсем невысокие, между прочим. Это восковые фигуры, и выглядят как живые, как будто сейчас встанет и пойдет. К нами уламки метеоритов, которые упали в разных частях нашего мира. Вот слева, например, из Франции. Вот этот такой прям как железный упал в России. И последний из США. Ну, то есть это не полная часть, то есть это просто осколки метеорита. О, правильно, да, в Германии упал. Захарков под увеличительным стеклом рассматривает части астероидов. Вы знаете, я этим совершенно не интересуюсь, но даже мне интересно это. Вы представляете, вот это фрагмент метеорита, который приземлился в Карпатах, в Украине. И вот это только его часть. Вообще оригинальный, самый большой, весил 300 килограммов. И в своей категории каких-то каменных метеоритов он самый большой в истории, который был найден. Это как прикоснуться к истории здесь, в зале больше всего детей. Наша мужская команда ждет, когда живет динозавр. Так. По-моему, те, которые были в Кракове, еще покруче. Здесь также есть зал, который посвящен экспедициям на Луну и всяким космическим полетам. Как вам костюмчик космонавта? Просто дух захватывает на каждом шагу. Город, конечно, фантастический. Чувствуется такой масштаб. То, как раньше жили люди. С таким размахом. Вау. Несколько лет тому назад я как-то особо не прониклась городом. И сейчас мы вот идем и идем. И я не знаю, есть что-то такое волшебное. Возможно, это дух Рождества. Но мне даже больше, чем в Чехии нравятся. В Праге. Честно. Вот интересно, в разных частях города вот эти ярмарки отличаются по дизайну. И здесь они более элегантные, такие беленькие. Это очень здорово. Я знаю, что в некоторых странах так украшают города, но у нас такого нет. И я себя чувствую, как ребенок в игрушечном магазине. А вот это место советуют очень многие. Я постараюсь подговорить домика зайти. К сожалению, большая очередь. А дети не выдержат. Так что вот так вместе с вами посмотрим на витрину и проходим. Может, когда-то. А елку вверх ногами я видела только на Пинтересте. Оказывается, так тоже можно. Но я, пожалуй, останусь с классической версией. На этой улице находятся все самые дорогие бутики. И в некоторые стоят очередя типа Гуччи, Луи Виттон. Это так интересно. А вот и второе популярное место, которое славится в своем эпохе. И мы пришли сюда немножко взбодриться. Я бы вам соврала, сказав, что это просто идеальное сказочное путешествие. Но мальчики устали. Честно говоря, мы тоже. Потому что мы выехали очень рано. И в центре невозможно где-то присесть. С кофе получился облом. И нужно куда-то отойти, чтобы где-то просто хотя бы отдохнуть или сходить в туалет. Ждем папу. И идем как-то решать эти проблемы. А вот это место мне хотелось бы узнать немножко лучше. Это собор Святого Стефана. Он построен в готическом стиле. И отличается от архитектуры всего города. Под ним находятся огромные катакомбы, в которых похоронено семейство Габсбурга. Больше 70 человек. Точно не помню сколько. Но когда в 19 веке город пострадал от чумы, туда свозили трупы умерших людей. Есть даже чумовая яма, куда сбрасывали тела умерших. И в общей сложности там больше 10 тысяч человек. И говорят, что очень интересная экскурсия туда. Билеты можно купить онлайн. Но так как мы приехали буквально на сутки, чуточку больше, мы не успеваем. Ну, здорово то, что будет повод вернуться еще раз в этот город и посетить еще что-то. И с каждым разом уставать все больше и больше. Но если вы приезжаете сюда где-то дня на два хотя бы, то я бы очень советовала, потому что это интересная часть истории. И катакомбы есть в нескольких местах, но далеко не в каждом. Обсуждаем с Томиком рекламу Кока-Колы на таком месте. Знаете, с одной стороны, возможно, это плохо, но если эти деньги были потрачены, например, на реставрацию этого места, то почему бы и нет. Конечно, в жизни он очень большой и выглядит впечатляюще. Под ним находится елка и еще одна ярмарка. Много-много людей. Обратно едем на метро. Смотрите, какой контроль у метро. Наверное, тоже проверяют, кто пробил билеты, а кто нет. Мы так налазились. У меня сейчас отвалятся ноги. Если бы у меня было одно желание, я бы хотела, чтобы кто-то в сию минуту перенес меня в кровать. А кто маму бросил, я не поняла. Чего меня оставили там? Оказалось, что в нашем отеле довольно-таки серьезная пивоварня. Поэтому мы решили поужинать здесь и отведать их пиво. Называется «С кем поведешься». Томак заказал себе пиво. Ну и я второй раз, наверное, за год тоже побаловала себя. Хотя я вообще ни разу не любитель этого напитка. Очень даже популярные рестораны. Здесь много местных. А это то, что у нас видно из окна. Доброе утро следующего дня. Хотя не знаю, насколько она добрая. Сейчас у нас около 10 часов утра. Мы выспались, мы пошли позавтракать. И меня насторожило то, что Захар практически ничего не хотел есть. И у него обычно очень хороший аппетит. И у нас нет проблем с питанием. Всегда найдем, что перекусить в любой ситуации. Вот. Кстати, завтрак очень даже неплохой. И яичница не из порошка и нормальный кофе и хлеб. И в общем, я не знаю, я никогда не остаюсь голодной на завтраках. Я не особо даже привилегивая, можно так сказать. Вот. И потом... А, еще Захар утром проснулся и сказал, что у него болит голова. Что тоже удивительно. И обычно он у нас просыпается около 7 часов утра, а тут спал до 9. Вот. И потом он сказал, что ему жарко. Я смотрю, он такой вялый взялый. Взяла его за руку, она холодная, потом потрогала тело, он весь горит. То есть, у него температура. Вот знаете, это закон подлости. Я всегда беру с собой градусник, что-то, чтобы побрызгать горло, и жаропонижающие. А в этот раз я не взяла, просто вылетела из головы. И самое страшное в том, что сегодня воскресенье, а в Австрии воскресенье магазины закрыты, и большинство аптек также. То есть, нужно искать в гугле ближайшую открытую аптеку, чтобы купить термометр и, не знаю, какой-то нурофен или что-то, чтобы хотя бы сбить температуру. Я спросила его, что его беспокоит. Он толком ничего не сказал, и это второй момент, который меня расстраивает, потому что, когда ты не знаешь, что давать, кроме жаропонижающего, там, то попрыскать горло, то, не знаю, иногда какой-то желудочный гриб, ты хоть знаешь, как реагировать. Завтра еще понедельник, рабочий день, скорее всего, мне придется взять выходной, чтобы остаться с Захаром или отвезти его к педиатру. И, ну, это такая ситуация, знаете, никто не застрахован, и мы нигде не простыли, мы были хорошо одеты, он ничего холодного не пил. И я верю в то, что это какая-то обычная простуда. Ну, конечно, то, что это произошло в такой короткой поездке, то есть, мы сегодня планировали целый день гулять, только вечером отправиться домой и приехать, ну, ночью, можно даже сказать. Вот, так что, пока что даже не знаю, какие у нас планы, будем искать градусник, в отеле его не оказалось, ну, ничего страшного, я надеюсь, что это все не очень серьезно, и главное, чтобы он как можно скорее поправился. Настроение, в принципе, окей, но я, как каждая нормальная мама, конечно же, переживаю, в первую очередь, думаю о том, как будет лучше для ребенка, и в этой ситуации я могу только лишь еще раз напомнить вам о том, что первое, что должно появиться в вашей сумке, в вашем багаже, это лекарство первой необходимости, а я забыла, вот. Пока мальчики играют в шахматы, я буду собирать чемоданы, найдем аптеку и решим, что с нашим путешествием, едем домой или все-таки сможем еще прогуляться, погода очень хорошая, нет мороза, дети всегда в приоритете. В прошлый раз я показывала вам мою дорожную уходовую косметичку, а в этот раз покажу, что я беру с собой из декоративной косметики. Очень нравится в последнее время вот этот сиси-крем от Эрбориан, он немножко выравнивает оттенок кожи, его даже не обязательно припудривать, он и так хорошо на мне держится. Консилер или корректор я не всегда использую, но если вдруг что-то появляется на лице, то, чтобы немножко замаскировать, все же ввожу с собой. Это у меня Армания, недавно снова его купила, для бровей я использую тени от Шууэмура, с ними у меня как-то быстро получается оформить брови, у них хорошая пигментация и стойкость, раз-раз и все готово. И для бровей я всегда ввожу с собой какую-то скошенную кисточку, это по-моему Сенсейшн, уже все стерлось, очень давно у меня эта кисточка, сразу положу в косметичку. Вот это гениальная палетка, правильный оттенок для контурирования и бронзирования, такой серо-коричневый, матовый, можно тоже оформлять складку века, но зачастую в каких-то поездках я не крашу глаза, красивые румяна, персиковые розовые, с золотистым шиммером и ванильный хайлайтер. Что-то еще из обязательного, пожалуй, если я крашу ресницы, то я воспользуюсь зажимом от Шуэмура для завивки, и для ресниц у меня в этот раз тушь от марки Пупа. У них очень классная формула и вот эта щеточка мне очень нравится. Она хорошо прокрашивает ресницы и в один слой у меня с ней получаются такие четко очерченные глаза. Гель для бровей не всегда, но просто это самый любимый ланком. Что-то еще, пудра, если я припудриваю зону под глазами, небольшая мицеллярная вода. О, пришли. Мне уже пора убегать, я прям быстро все собираю в косметичку. Кисточка для всего от Real Techniques. Вот это просто мягчайшая из H&M, я даже не знаю, они еще продаются или нет. И-и-и блеск для губ от Fenty в оттенке Fussy. Очень приятный, дает красивый блеск, увлажняет губы, еще и супер приятно пахнет конфетками. Если я хочу губы поярче, то беру какую-то матовую помаду, это у меня Пупа, просто фантастические матовые стойкие помады из линейки I'm Love Proof. Мы остановились рядом с улицей Мария Хильфер, здесь получился бы неплохой шопинг, так как здесь находятся очень многие популярные магазины масс-маркета и те, которые я не особо знаю, но мы приехали не за этим. Еще очень часто в качестве подарка из Австрии привозят марципаны. Именно вот этот я конкретно помню, что мама привозила мне из поездки. Не шутка. Захарка, как ты себя чувствуешь? Не хорошо. Кнопки ищем, аптеку. О, блин, это один магазин, в который я реально хотела зайти, и в воскресенье он, конечно же, закрыт. В Вене не работают магазины, только рестораны, все отдыхают в воскресенье. И посмотрите, какие прикольные чашки с разными мордочками, с довольными, и нет, и как будто откусанная тарелка. Вот я очень хотела бы себе купить наборчик, возможно, поищу онлайн. Они очень прикольные. Аптеку мы так и не нашли. Несмотря на то, что мы уже не на главной улице, все равно, по-моему, без шансов. Смотрите, как интересно. Огромный пармезак, туда кладут пасту, все мешают, и прямо на месте можешь съесть такую вкуснотень. А вот и вино и разные настойки домашнего производства. На ярмарках продаются суры, какие-то колбасы, ветчины. Я в них не разбираюсь, но и я думаю, что мы съедим что-то другое. Вот так просто рассказываю вам. Сейчас что-то вам покажем, причем я не знала, что это выглядит космически, даже можно сказать, и Томик нас просветил. Это фабрика практически в центре города, в Вене, где сжигают мусор. Вы никогда бы не подумали, что это оно, и причем дым не валит, а как бы пар. Разрешите, прошу, забачьте, какая фабрика для спала на шмейке. Перерабатывают мусор прямо в центре города. Как вам такая фабрика? Такие дизайны, в уголах. А, дизайн тоже. Вот мы и дома. Кстати, нам самим так и не удалось найти открытую аптеку в воскресенье в Вене, в ресторане. Нам сказали, что есть только одна дежурная, в которой, возможно, будет даже тысяча человек. Но как-то нас так запугали, и я по-быстрому обратилась к моим зрителям в инстаграме, в сторис, что, пожалуйста, подскажите что-нибудь, где искать, нурофен или какое-то жаропонижающее. И Настя, моя зрительница, спасибо тебе огромное, отозвалась, говорит, я даже позвоню в аптеку, уточню, действительно ли они открыты. И оказалось, что аптека находится недалеко от ее дома, она спустилась и помогла купить нужное лекарство, так что мы приняли жаропонижающее и спокойно добрались домой. Захарочка даже проснулся аппетит, он поел, все нормально, и я дальше буду наблюдать, потому что, как бы, в Польше так принято, что температура это еще не признак того, что нужно идти сразу же к доктору, здесь советуют подождать 2-3 дня, иногда даже бывают такие случаи, что у ребенка там держится температура несколько дней и сама по себе проходит. Сначала мне это казалось очень диким, и для меня повышенная температура, раньше это был признак того, что уже все плохо, а здесь говорят, что температура это знак того, что организм борется самостоятельно и, ну, просто говорят сбивать какими-то образами температуру, и, ну, не знаю, если беспокоит горлышко, то брызгать, если там, конечно, температура под 40, то, да, я думаю, что нужно быстро реагировать, но у нас где-то 38, 3-38, 4, но ребенку становится очень плохо, Захар выродился в ресторане, и, знаете, так им начала подергивать, я испугалась, поэтому мы быстренько рванули домой, и все-таки дома мне спокойнее, спасибо, что у меня есть вы, что вы никогда не бросаете меня в сложных ситуациях, что вы всегда сопереживаете, там, сочувствуете, и сожалеете, и подбадриваете, и также делите со мной какие-то счастливые моменты, я правда очень-очень сильно это ценю, на этом будем прощаться, я уверена, что все пройдет, все наладится, и в следующем влоге уже будет без всяких таких моментов, будем спокойно готовиться к Рождеству, все, всех целую, обнимаю, не болейте, пока-пока, до встречи уже совсем скоро.